махайрод я думаю что каждый кому интересна тема древних животных знает о саблезубых тиграх наверняка слышал о таком известном представители вымерших кошачьих как смелодон но это не единственный вид саблезубых кошек обитавших на нашей великой планете и в этом видео я хочу рассказать о более ранее кошки чем смелодон название которой махайрод его зубы напоминают греческий клинок махайра отсюда и название относятся махайроды подсемейству саблезубых кошек живших в евразии африке северной америки во времена эпохи миоцена и плеоцена примерно с 15 до 2 миллионов лет назад специалисты подразделяют махайродов на разные виды крупнейшие из этих саблезубых кошек например махайрод кабир превышал в размерах самого смелодона популятора а это значит что они вероятно являлись самыми мощными кошками за всю историю земли вес махайрода кабир достигал 490 килограмм в отличие от смелодона их зубы были короче не более 20 сантиметров отличительной чертой этого рода являются зубчатые грани клыков которые с возрастом притуплялись представители этого рода отличались строением тела например некоторые имели типичное кошачье телосложение а другие более геноподобные во времена своего существования махайроды были главными хищниками в пищевой цепи эти громадные кошки в основном охотились на древних хоботовых мастодонтов остатки их пиршеств доедали человекообразные обезьяны австралопитики но к чему это я к тому что все эти представители одной пищевой цепочки вымерли почти в одно время причина вымирания махайродов вероятно является исчезновение мастодонтов а вот исчезновение древних слонов это уже совсем другая история ученые считают что на смену махайродам пришли их возможные потомки гомотерии а на этом рассказ о великих саблезубых кошках рода махайрод закончен вновь жду вас на нашем канале пишите в комментариях свое мнение об этом саблезубом махайроде ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые публикации